Давайте, расскажите мне, по моей задорности. Вы не имеете права нас снимать. Не имеете права вы нас снимать. Кто такой сказал? Назови норму права. Я не буду вам ничего называть. Ну, значит, я имею полное право в общественное место, тем более вы на работе. Вы мне не будете ничего объяснять? Это же для вас же минус, я же вас покажу всему миру. Алексей, вы хочет разговаривать. А вас как дела? Дмитрий? Нет. Данил, Данил, а вы что скажете? А что вы? У меня задолженность. Мне надо распечатку звонков. Вы ее не даете. Почему мне до того времени, почему раньше не присылали мне? Ладно, хорошо, к вам такой тогда вопрос. Вы считаете, что это я вам отправляю письма? За задолженность. Да нет, ваша организация, вы же организация. Я же не вам претензию предъявляю. Я же ее не в ответе, правильно? Я же вам, не вам предъявляю лично, а организации. Ваши. Вы же набережатся в Бог. Вы являйте лично нам. Да, сейчас лично нам вы это говорите. Свою претензию. Но это же не я, сейчас глаза с права. У вас в письме есть юридический адрес, куда вы можете написать свое письмо с претензией и обратиться. Так что там есть номер горячей линии, куда вы можете обратиться по телефону. Там вам ответят наши юристы. И вы уже будете предъявлять претензии именно организации, а не конкретно сотрудникам на салоне. Так я арген... Нет, это ко мне претензии. А теперь я хочу знать, за что. Это же не мы сделали. На детализацию-то мне сделайте. Она у нас платная. Она платная детализация. Компания выставляет за это ценники. 50 рублей за сутки. Это официальный прайс. Мы можем ее сделать, но 50 рублей за сутки. Оплатить и сделаем. Не проблема. Но это выйдет дороже, чем сумма вашей задолженности. Это куда звонок был совершен, 50 рублей я должен заплатить за один звонок. Нет, за сутки. Будет прям файл, где написано. Берю с такого-то по такой-то звонки по времени, куда звонили, когда звонили, кто звонил. Это детализация. Там прям экселевский файл. Если там звонили 30 дней подряд, она собиралась, это сумма 2000, да? Ну да. Это за каждые 30 дней нужно заплатить по 50 рублей? За каждый день. За каждый день распечатана детализация. И это опять же не мы придумываем, эта компания так решила. Да не надо мне вашего согласия, понимаете? Не надо. Не надо согласия для съемки моей работы, но не лица. Есть статья 29 Конституции. О чем она говорит? Прочитайте. Ну, скажите, вы мне. Я имею полное право снимать общественное место, а тем более вас, вы на рабочем месте находитесь. Личное пространство у каждого человека должно быть. Меня не волнует ваше личное пространство. Вы на работе. Давайте, хорошо. Поиграем в эту игру. Я добры в эту игру. Здорово. Играем. Дальше. Ну, а что еще говорили? Ну, потому что клин клина надо вышибать. Клин клина вышибать. А кто камеру вот так вот держит, скорее сказали, что суры вешать будут. Надо наоборот держать. Пускай. Некрасиво будет. Черная полоса по сторонам. Ну, просто я не понимаю, зачем это? Ну, хочу я так. Ну, а вот я так хочу. Ну, и все. Поговорили. Ну, все, пацаны, пока. Продолжение следует.